Жиженного газа в городе, как говорят специалисты, остались считанные капли. Их едва хватит дня на три. Такая ситуация сложилась в результате недофинансирования республиканским бюджетом поставок топлива. Вследствие чего республика потеряла 13 тысяч тонн газа, а долг перед поставщиками вырос до 7 миллиардов старых рублей. Они прекратили отгрузку и грозят нам арбитражным судом, если мы не рассчитаемся до 15 февраля. Мы берем кредит в мешком банке, правительство поручилось, выступило гарантом по этому кредиту, но все складывается в один комок. Бюджет республики не принят и неизвестно, когда будет принят, поэтому банкиры, они люди, естественно, серьезные, кредит в полном объеме не дали. Дали только четвертую часть пока, которая не позволяет погасить задолженность, даже погасить задолженность, а ведь задача передо мной сегодня стоит такая, и как-то максимально погасить задолженность и сделать так, чтобы газ в республику шел. Вот этим мы сегодня занимаемся. Мы делим каждую тонну, каждый килограмм газа по республике Карелия. К денежным проблемам Карелгаза стоит добавить погодные. Усилившийся мороз превращает газ в кристаллообразную форму, а это может закончиться трагедией. По этой причине в городе отключены 20 домов. Я бы хотел обратиться к телезрителям, которые прежде всего пользуются газом, максимально прекратить или снизить хотя бы нагрузку на газовые водонагреватели. Давайте оставим себе те крохи, которые у нас сегодня есть, которые мы делим, на пищеприготовление, чтобы на плитах был газ, чтобы можно было приготовить пищу. Не до горячей воды уже пока сейчас, не до этой вот маленькой, может быть, радости или роскоши. Что касается ближайшей перспективы по газоснабжению города, то в Киришах удалось договориться под кредит поставки 250 тонн газа. И сейчас ведутся переговоры с железной дорогой, требующей свою долю за транспортировку.